я когда был в вашем возрасте для себя определил хотя жил я в простом российском селе вот 300 километров от москвы и это сформулировалась сама вот мечта стать летчиком военным она сформулировалась среди вот конюшен коровников лошадей ну и библиотеки обыкновенной сельской библиотеки вот вот эта мечта а уже космос пришел потом но и вы для себя то сейчас сформулировать у вас кругозор шире возможности больше там когда не было никаких соцсетей там но и обманок меньше было у вас сложнее выбрать но все-таки то что вы уже здесь вы уже значит не обманулись вас не не успели обмануть там поэтому очень хорошо что есть возможность действительно ну космос он и внутри и вне каждого из нас и это настолько всеобъемлющее что мы же как и наша планета частичка вселенной так и мы все космонавты на планете летим в этом необозримом да а на самом деле когда вот вращаешься вокруг земли я говорю что я был летчиком испытательным истребителем там много летал на разных самолетах все и и все равно планета казалось большой вот я там на скорости 3000 километров в час на большой высоте там летаю да и все равно чтобы ну там долететь скажем от москвы там до владивостока все равно даже на скорости 3000 километров в час там требуется там пару часов да а на космическом корабле это уже исчисляется буквально минутами там ты проходишь там больше 400 километров там за минуту то есть около 8 километров в секунду и за 92 минуты вокруг земли облетаешь и понимаешь что земля маленькая на самом деле она очень хрупкая она очень нежная вся эта атмосфера это настолько хрупкое создание а человечество вот находясь на земле не осознает но и весь уровень знаний к нам конечно он приходит во многом когда открывается через передачу опыта поколений от родителей и детям там дальше школах вузах там от предыдущего поколения это все если вы как сказали хотите это услышать как библия горит стучитесь и откроется и желающий да услышит вот и вы если хотите услышать что вы услышите всегда то есть вы поймете даже если на данный момент не поймете отложится потом в нужный момент откроется вот знание такая штука что в разных областях и во многом это даже вот на своем собственном примере могу сказать и жизнь спасала вот как опытные летчики списать испытатели писали в книжках когда они уже отошли от работы от рискованной говорили что информация мать интуиция вот что-то когда-то вы себе отложили а потом в критический момент это все открылось и спасло вам жизнь это тоже так же и поможет в жизни и здесь вот это вот вещи они космические но ближе мне кажется давайте так что вы чего-нибудь зададите а я чем-то расскажу да представляемся а я не партём получается машина тут младший инструктор младшего состава висенирма получается два вопроса сразу по очереди первые это был помню про мечту просто летчиком военный да то что я не знал еще такое что такое есть испытатели точно так же как и не знал про космос ничего в какой момент вы достигли мечты когда переступили какие вот в жизни все происходит по каким-то этапам вот я на всю жизнь запомнил свой первый взлет на самолете л-29 а было мне 17 лет то есть я вот в 17 лет курсантом начал летать это реактивный учебно тренировочный самолет и вот этот первый взлет он у меня запечатлелся его до сих пор помню эту картинку это аэродром полевой кореновский я взлетаю с инструктором первый полет и вот это вот чувство я понял что это мое что летное дело это мое потому что я к этому ну детская мечта она тоже как бы когда она совпадает с твоими возможностями это все правильно потому что вот летная часть она тоже требует определенных операторских способностей человека она у нас генетически заложено не все могут летать это точно вот но скажем зато в другом могут быть гениями скажем правильно вот здесь это я понял моё и она отложилась у меня на всю мою жизнь это желание потом я не планировал там ни о каком космосе потому что все хорошо и так шло и мне нравилось летать на самых современных истребителях там боевых потом когда я уже стал вот летчиком первого класса то есть это значит курс боевой подготовки есть прошел я уже там зам командира эскадрильи и уже вот исполняя обязанности командир эскадрильи но мечта чего-то вот понимаю что летчик-испытатель летает на всех типах на самых новых на самых совершенных и это вот ну что ли тяга вот к новому делать следующий шаг это как следующий шаг в жизни так и это вот я тогда невзирая на то что меня не отпускали с полка там все я в отпуске приехал прошел собеседование в отпуске следующем сдал экзамены и уже приказом невзирая на то что меня там командиры не отпускали как потому что готова боевого штыка там молодого перспективно отпускать в другую часть куда-то на другой но никто не хочет это приходится преодолевать тоже жизни много чего преодолевать надо но но и идя к своей мечте надо шаг за шагом вот не изменяя что называется этой мечте и и родине в первую очередь идти потому что все это делать с целью в конечном итоге выливаются в том что ты служишь россии вот и дальше так а космос уже опять получилось тогда когда я уже достиг и в испытателях уже еще казалось мне 35 лет и идет программа космическая буран там авиационно-космическая программа вот эта мысль тоже возникла потому что она возникла из-за того что я уже на рубеже вот атмосфера я все прошел дальше самолеты не летают дальше только космические корабли летают или космические самолеты но для этого надо сделать еще один шаг в космонавтику вот тогда я уже согласился стать и как бы пошел в космонавты тут и что-то само по себе тоже не совсем просто когда как бы в тебя там как испытатель тоже вложены ты в определенных программах и здесь ты говоришь что я вот иду в космонавтику там на авиационно-космические системы а там говорят а ты вот в программе испытаний палубной авиации как ведущий летчик-испытатель и в тебя тоже уже вложено здесь многое ты как ведущий летчик-испытатель когда ты этот сделаешь шаг ты все должен уже от этого как бы отойти ну слава богу есть и другие ребята которые уже идут поэтому вот только так шаг за шагом но это в жизни не там спонтанно что я захотел и сразу хотя у всех свои истории это у меня такая история она скажем не характерно для космонавтики для космонавтов особенно сейчас то время когда я приходил ну то есть основой были военные летчики основы сейчас нет в основе уже не военные летчики то есть в отряде космонавтов уже вообще военных там прикомандированных всего лишь несколько человек там три человека летчиков остальные то в общем то инженеры там ну в большей части и те кто закончил инженерное образование имеет но это потому что космос стал гражданским военная составляющая из него ушла что сама по себе тоже неправильно потому что вот практика показала сейчас что военная составляющая необходимо потому что мы во многом вот алексей алексей знает на себе во многом проигрывали из-за того что не было космического обеспечения там космической разведки и то что видят и наблюдают сверху там наши вероятные противники там вот натовские у них это гораздо более развита да а мы это все видели об этом говорили вот такие как я бы говорили что нельзя разрушать это нельзя военную составляющую надо группировку надо космическую эту военную группировку обязательно держать но победила другая линия и поэтому сейчас до путь открыт в космонавтику но она не может замыкаться только вот на научной или гражданской цивилизационной основе на самом деле но путь открыт сейчас действительно любой человек гражданин российской федерации напишет заявление и если он пройдет собеседование если у него есть базовое знание и он сдаст экзамены и физически он соответствует не обязательно не надо быть супер сме супер спортсменом или суперменом то есть обыкновенное нормальное здоровье не надо иметь хронических заболеваний то есть состояние здоровья просто должно обеспечить вам там ну хотя бы если профессиональным космонавтом хочешь бы хотя бы на 20 лет перспективе что ты не имеешь хронических заболеваний ты укладываешься в нормы гто ты способен развиваться и там вот за время тренировки пройти поэтому и девочки и мальчики все этот отбор пройдут и сейчас по этому принципу отбирается это вот я думаю я уже вполне ответил на вопрос чтобы все задали мая реально тревожь меня вопрос вы упоминали про препятствия которые вы но честно как вам кажется есть мнение что вот твой путь это тот как раз и на котором тебя идет меньше сопротивления и при этом который тебе нравится сейчас формулирую правильно считаете ли вы что сопротивление при на своем пути это что-то обязательно или можно пройти гладко опять же нет одинаковых судеб нет одинаковых людей и нет совершенно одинаковых историй конечно кому-то помогают у кого-то есть своя история но кто-то идет сам кому никто не помогает и вот мы говорим сейчас о том что идем без помощи там без звонков там с вышестоящих инстанций такие истории тоже есть и они во многом но не всегда они заканчиваются удачно зачастую вот эта вот помощь бывает медвежьей услугой ну бывает и проходит а бывают и не очень в космонавтике она сейчас вот гражданская такая риск на самом деле минимален почему потому что ну очень много во первых отработанная система штатная много людей то есть риск космического полета ну практически не больше чем полета на гражданском самолете скажем ну сравним вот сравним хотя теоретически там по расчетам может быть чуть повыше но в принципе сравним если мы говорим о том что отказы крайне редки хотя бывают и катастроф но также как и в гражданской лиц но как и на земле почему сопротивление у каждого свое вот я говорю что в жизни если ты для себя цель наметил и к ней идешь ты считаешь сам что ты правильно делаешь но это твое ты может быть до конца не понял а потом шаг за шагом делаешь и понимаешь что да меня это интересует мне хочется добиться и это называется целеустремленность вот ты в себе эту целеустремленность развиваешь над собой работаешь когда ты чего-то добиваешься ты обязательно над собой работаешь поэтому у тебя получается бывают у кого-то не получается не проходит по состоянию здоровья или даже прошел отбор потом где-то споткнулся но это тоже жизнь но это не значит что надо опустить руки может быть действительно в глобальном вселенском масштабе что называется господь располагает а человек предполагает значит ищи свой путь значит в этой жизни значит тебе что-то уготовано другое вот предначертано если уж ты ты прилагал усилия не то что ты сам сказал не да тут сложно да тут все мешает не вот я не только тогда когда не по твоей вине это случилось ну ты вполне можешь себе сказать да надо это принять и работать дальше вот обязательно жизнь состоится вот я о чем да и на 3 а маленький ощущение скорости вот такой огромной скорости она сможет быть чем сравнимо значит вот как раз полет на ракете и полет в космос это не есть ощущение скорость потому что вот ты ощутить скорость можешь при езде на мотоцикле на автомобиле при полете на самолете на малых высотах если ты летаешь на скорости 3000 километров на сверхзвуковой скорости до даже больше вот скорость звука 1225 километров в час это у земли то вот я как испытатель как летчик могу сказать вот мне приходилось испытывать на высоте 100 200 метров до на этой скорости на скорости там 1300 ты летишь и если ты на скорости 3000 но на высоте там 12000 метров или 20000 метров то это большая разница вот у земли на высоте 100 200 метров это огромная скорость там у тебя полсекунды нет чтобы отвлечься влево вправо ты вот смотришь только вперед чтобы рельеф местности и высоту соблюстишь над рельефом чтобы не столкнуться с землей потому что нет у тебя не полсекунды а на высоте на той большой ну да проплывают там проплывают там реки города там ты их видишь вот и в космосе точно так что летишь со скоростью 28 тысяч километров в час а на самом деле по орбите ты обкатываешь 4 градуса в минуту то есть проплывают у тебя то проплывают и города там и водные там акватории там континенты проплывают да ну там италию там за 30 секунд пересекаешь там европу там за пять минут до там в россию там запада на восток там за 10 минут до там с небольшим а весь земной шар за 92 минуты да но это не быстро там когда ты рядом с опасностью а это есть опасность вот то что ты то что у тебя жизнь твою от смерти вот когда ты около земли носишься на такое отделяю там доли секунды ошибка стоит допустим вот доли секунды стоит ошибка поэтому ты ты это осознаешь на ты осознанно это делаешь потому что ты готов к этому ты натренирован ты то есть ты с этим справляешься потому что ты имеешь навык там летчика испытать а посади туда просто боевого летчика не подготовленного он сразу погибнет и самолет там уничтожит а может и на земле ущерб принести какой-то то есть вот это говорит о готовности твоей вот то есть и это но это когда ты в профессии ты понимаешь уже риски ты уже опыт приобретаешь уже все сразу не дается вот это все равно шаг за шагом ты в каждой профессии растешь а у меня вопрос вы вылетали в космос ну как я вас уже а вы решили ну если учесть что я в космосе 200 дней 200 суток провел то это фактически часть жизни да вот если на самолете скажем ну разные полеты бывают бывают короткие бывают длинные там бывает ты десяток часов там самолете летишь да но это все равно не часть жизни ты садишься идешь домой там ты на земле а когда мы улетаем на станцию и экспедиция длится там по шесть с половиной месяцев да вот экспедиция тот фактически ты там живешь то есть ты там спишь ешь там не только работаешь но фактически ты живешь в это как до в этой среде в невесомости постоянно это чужеродная среда на орбите вне атмосферы но там держаться можно только за счет того чтобы сравнять там центростремительные центробежные силы поэтому она называться первой круговой космической скоростью вот для того чтобы не упали на землю да вот но может быть психологической точки зрения самое сложное это оказывается там уже внутри аппарата находишься достаточно большое количество времени внутри вот какие это должны быть моральными морально-психологические психо что помогает вот эти ситуации не сойти с ума но вот смотрите когда первый раз провожали юрий алексеевича гагарина до сергей павлович королев до его он ему что говорил и тогда не академии опыт аж космических полетов ни у кого не было они мы говорили по стать быть в сознании чтобы ответить на связь чтобы что-то оценить чтобы потому что предполагалось что на такой скорости вне атмосферы человек может просто неадекватно воспринимать ситуацию как оказалось человек вполне адекватно мыслит и вполне себя и нет я могу конечно я опытным летчиком улетел уже в космос не не у всех так быстро и легко проходит адаптацию потому что люди помоложе без опыта полетов им сложнее адаптироваться но они не в одиночестве туда летят там скажем и поэтому ну как правило через несколько дней человек все-таки в себя приходит и уже способен работать нормально в этой невесомости в другой среде но потом мы же понимаем уже как тренировать человека как его готовить психологически так поэтому а это просто человеку дается определенный уровень знаний ему объясняется потом тренировки скажем по ознакомлению с невесомостью вот на самолете ил-76 который специально оборудованный там несколько тренировок таких делается это короткая невесомость там на 20 секунд в каждой горке но в каждом полете там по 10 город делается вот человеку но горка потому что самолет разгоняется потом делает горку на выводе из горки создается 20 секунд на 0 можно да можно купить билеты но на самом деле это не сложно просто надо во время зацепиться а не ждать того что невесомость заканчивается летчик обязан в этом случае не просто выводить самолет из пикирования ему надо то есть вот он на горке вот так вводит а теперь надо создавать положительную перегрузку и в этом случае если ты висишь то ты просто шлепнешься там хотя матами все там но так может быть и больно вот и несколько горок это раздражает вестибулярный аппарат а он у каждого индивидуальные одни там легко от переносят других тошнить начинают там ну также и в космосе многих там процентов 70 людей у которых возникают тошнотворные реакции на это сейчас есть уже отработанные там и таблетки и уколы там таких если там ну плохо чтобы короче у кольчик сделали там вестибулярный аппарат загрубили человек будет тормозной несколько дней но через вестибулярку глушит если у кого-то это ну есть такие категории людей потому что это индивидуальный вестибулярный аппарат и тренировками это к сожалению не достигается на сто процентов облегчить можно но нет тренировки вот полетов на маневренных самолетов они многолетние они такие тренировки дают но это многолетние опять это индивидуально у каждого и потом да и потом конечно вот я из разговоров там с опытными летчиками там и американскими там и европейскими то есть мы те кто но десятилетия уже летали на маневренных самолетах не не на гражданских не на транспортных не там не на бомбардировщиках потому что я могу пример вот привести тоже разница вот там ракетоносец большой там мой коллега товарищ там летчик-испытатель когда мы еще в школе летчиков учились мы должны были на тех и на тех летать учиться вот он всю жизнь пролетал на больших тяжелых до садится со мной в истребитель мне мне это легко а он прилетает никакой он ложится на скамейку и лежит там два часа отходит от этого 30-минутного полета вот ну так есть и в космос там скажем сначала это эйфория там первые минуты те хочется просто вот эта легкость вращаться там кувыркаться бац и происходит раздражитель там но это помимо твоей воли там все а есть люди которых этот загрублен аппарат но этот человек вот я говорю уже не может быть летчиком никогда то есть он уже если аппарат вестибулярное это рождение загрублен настолько что у него операторские способности плохие что такое операторские способности это у тебя раздражитель реагирует на и глаз и вестибулярки и что называется мы кожей или как говорим задним местом чувствуешь когда вот мне закрой глаза я сейчас самолет посажу да потому что я но чувствую каждое движение вот изменение градиента ускорения это чувствует у тебя вестибулярный аппарат это же таких людей много которые могут быть пилотами не за этим мальчик или девочка да вот а бывают такие которые на на качелях на карутелях как его не крути ему по барабану но если ты его посадишь самолет он будет как медведь то есть как медведя научить то есть для него ну невозможно воспринять не потому что он плохой или не хочет просто физически ему не дано у него другое направление поэтому и это вот ну космонавтика все равно в этом смысле проще потому что там же не один человек летит отбираются все равно там кто-то за ручками управления кто-то но и это другая профессия космонавтика другая профессия летная профессия это одна космонавтика другая да и в американских скафандрах и в российских мы там сбилом и даже рекорд установили да ну это американский астронавт мой коллега билл макартуру вот мы даже установили рекорд пребывания в американском скафандре который разрабатывался на боинге корпорация и м юан называется вот не до нас не после нас там 12 часовых там таких пребываний в скафандре не было вот но это не от хорошей жизни было потому что у нас просто не было третьего человека помогающего там надевать скафандр американский он но это долгая песня но ответил я думаю ну вот девочки сначала представлюсь я сроками маша у меня есть позывной голубь я один из участников миссии нирма и пребываю там довольно продолжительное время у меня вопрос вот вы как летчик-испытатель у вас может были какие-то стрессовые ситуации например самолет ни с того ни сего вышел из-под контроля или еще что-то и какие эмоции были ощущения ну на самом деле когда ты годами служишь и летаешь там в разных условиях естественно стрессы возникают они бывают ты же не всегда летаешь при ярком солнышке бывали ситуации вот у меня довольно молодом возрасте когда ну попадал просто в туман что такое сесть в тумане скажем на самолете на истребители который не предназначен для посадки в тумане это на современном пассажирском самолете где есть автомат обеспечивается автоматическая посадка она так и называется и предписывается пилоту идти в автомате если там видимость меньше 300 метров там нижний край меньше там 30 метров то есть если он такой самолет не оборудованной автоматической посадкой до нуля пилот должен увезти на второй круг или на запасной аэродром вот таких автоматических устройств на боевых самолетах практически нет на на транспортных есть там скажем она боевых от них нет таких за исключением скажем американских палубных самолетов там тоже есть такие устройства когда если летчик предполагается может вернуться но с боевых действий там и так стресс а вот при заходе на палубу на посадку там стресс по медицинским наблюдениям гораздо больше чем пилот ощущает в бою скажем воздушном пересекает там территорию противника находится осуществляет там или бомбометание или воздушный бой то пульс на самом деле выше при заходе что я уже говорил но эти ситуации бывают с ними в зависимости от того какой у тебя уровень подготовки и в летом если человек справляется если не справляется то плохо значит то это уже недостаток либо его подготовки конкретном случае но ситуации такие всегда возникают и они конечно у летчиков испытателей больше шансов на то что ты в стрессовой ситуации окажешься но ты специально для этого и шел там ты готовишься для этого то есть это один из элементов профессиональных космонавтом не надо хотя тесты на стрессоустойчивость есть но космонавты делятся сейчас тоже вот командир корабля там который обязан проходить эту подготовку там борт инженер ну у него меньше требований к нему а космонавт исследователь там который эксперимент проводит ему это совершенно не нужно и уровень знаний тоже разный и уровень проверки по здоровью разный валерий иванович можно задать вопрос у сергея сегодня концерт по скрипке он стеснялся вопрос задать просто да не успел задавай пожалуйста можно спросить а как мы себя чувствовали когда находились в космосе и вот сам момент приземления вообще спуск это ну один из таких важных элементов как и подъем на орбиту до после длительного полета пребывания в невесомости ощущение перегрузки у человека опять она воспринимается как очень такое достаточно жесткое давление если там перегрузка порядка четырех единиц то есть когда ты если бы не был в невесомости длительное время ты бы наверное легче переносил но тем не менее сам контакт с землей это один из этапов в твоей жизни ты это ощущаешь как завершение какого такого успешного этапа потом тебе предстоит реадаптация если ты долго был невесомости опять же твой организм и вестибулярные аппараты мышечная система уже адаптировались к невесомости то есть там ты не ходил там полгода потому что ходить в космос нельзя ты перемещался с помощью вот пальчиком оттолкнулся вот все мышцы твои опорно-двигательные аппараты особенно вестибулярный аппарат они адаптировались вот к этой невесомости и первые там минуты и часы особенно вот у тебя происходит все почему космонавта придерживают когда то есть тебя мышечная сила то есть ты идти то можешь но вестибулярный аппарат еще не адаптировался вот гравитации тебя в любой момент ты вот голову повернул чуть повернул и ты можешь упасть как пьяный просто вот так упасть завалиться а почему потому что твой вестибулярный аппарат он уже он продолжит это движение то есть я вот так раз опрокинет но это входит норму опять у каждого индивидуально вот у меня даст достаточно быстро как бы вошел я уже там буквально ну через несколько часов уже мог сам ходить там без помощи друг у кого-то происходит сутками там и днями кто-то лежит там вот пока встать тяжело это тоже все индивидуально но так или иначе это реадаптация проходит успешно и все человек конечно от физической готовности тоже зависит вот но опять же каждый человек индивидуален у каждого свой вестибулярный аппарат насколько он тонкий вот потом люди ru тоже разные вот скажем ну конечно когда ты скажем комплектация у тебя такая что ты ну не такой тебя бывают люди с большой мышечной массы там или очень высокие там еще им как бы тяжелее адаптироваться да но все равно ну на на несколько суток там тяжелее или еще что это проходит это все нормально то есть это не есть отклонение у всех по-разному ну главное что ты можешь это делать вот я хочу спросить право это мечту ссср знать космос почему и зачем у нее америка разрушил как америка нам ничего не разрушала америка другое разрушала но не сами американцы тут надо тоже не путать что вот люди в америке обыкновенно вот с которыми я общался я же летал в экипаже да тоже с американцами я вот с российскими космонавтами практически пересекалась только при приеме и сдачи там корабля то есть я принимал вахту от российского там командира потом сам сдавал российскому который меня а со мной в экипаже были американцы астроном и там и турист был и и другой был бразилец там тоже но они нормальные такие же профессионалы совершенно с нормальным составом семьи вот скажем мой бортинженер билда у него тоже двое детей там у него только у меня мальчик девочку у него там две девочки там он тоже полковник военно-воздушных сил сша я был полковник наших военно-воздушных сил и россии но в общем мы такой жизненный путь там прошли примерно вот сопоставимый и никаких антагонизмов и мы до сих пор и переписываемся там и встречались и встречаемся там и семьями когда есть возможность и они совершенно не поддерживают эту русофобию там и вообще могу сказать что вот в штате техас где нас очень как бы представлена в большом количестве наши специалисты космические у нас осуществляются до сих пор единственная область где вот этих санкций не проявляются они в такой степени и программа совместная идет потому что и они понимают что но это надежность выше когда две страны взаимодействуют там мы же не делим когда ты на орбите там мы все границы пересекаем без разных виз да и там невзирая и не спрашиваем никого потому что мы в космосе и точно также работаем потому что экипаж там нет границ до модуль есть американский есть российский но баланс этот считается специалистами на земле а экипаж один у нас все люки открыты и действует экипаж зависимости от своих должностей там на которой он сейчас поставлен вот либо командир либо бортинженер в соответствии с теми инструкциями которые предназначены для экипаж наземная подготовка она там делится до при возвращении там естественно каждый свою страну сейчас было время когда мы теснее взаимодействовали но сейчас условия такие что может но на орбите опять же я говорю это делить надо что политика которая осуществляют там другого сорта люди а профессионалы которые связаны с космонавтикой понимают что космос он един для всех что человек вообще там пылинка вот любой человек будь то он там бизнесмен президент там или любой страны да что он на самом деле в космосе вообще-то ничто поэтому вот смотрите с чем это связано связи с тем что уже там ну лет порядка восьми наверное или около десяти уже лет восемь вот такие отборы осуществляются каждые два-три года ну чтобы пополнять отряд космонавтов вот вот ряд космонавтом 32 человек активно действующих да я хоть и вхожу но я как инструктор космонавт да но для этого человек должен пройти путь определенной опыта там космических полетов вот но и все равно есть те кто готовится к полету они на штатных должностях космонавт есть то кто уже слетал но тоже на этих должностях находится но все равно подходит когда-то либо по состоянию здоровья либо там просто возраст определенные либо там хотя по большому счету вот нет предельного возраста у нас формального вот минимальный есть когда принимаются в отряд космонавтов не моложе 21 и с высшим образованием ну никак не моложе в отряд ты можешь но как правило это происходит гораздо позднее но а максимально возрастных нет ты должен просто отвечать там определенные физические медицинские тесты там проходить эти комиссии точно так же как у летчика испытателя нет этого возрастного ограничения скажем у летчика коммерческого вот даже гражданского воздушного судна у него есть ограничение 65 лет у для командира экипажа дальше он может летать без ограничений но уже в качестве второго пилота а командиром корабля уже не может так и здесь но все равно это естественная убыль или как бы она существует поэтому набор который делается по заявлению там вот в интернете все есть там нас кликнуть там требования кандидатов космонавта или отбор кандидатов космонавта сейчас отбор идет тоже и там но уже мы просто везде сообщаем потому что опыт гуманитариев был вот гуманитарии пришли тебе дается два года на общей космическую подготовку за эти два года никто же отдельно для тебя программу вот есть группа эта группа там по часовая вот там надо за два года надо сдать порядка 160 там зачетов и экзаменов это примерно как вузовская программа только специальная да и если ты не успеваешь сдать или сдаешь плохо стройка не проходит минимум четверка должна быть до по пятибальной шкале вот то тогда ты по окончании этих двух лет и сдачи экзаменов и тестов тебя зачислят в отряд космонавтов по твоему же желанию да то есть ты станешь из кандидатов в космонавты станешь на должность космонавта но еще не значит что ты завтра полетишь в космос ты продолжаешь изучать станцию корабль там сдавать постоянные экзамены зачеты тебя сначала в группе проверяют тестируют там и ты должен показать там уровень знания и готовности потом когда подходит время тебя ставят в экипаж когда ты уже по своим там интеллектуальным там ты готов уже ты знаешь и станцию сдал и всю и корабль сдала там на двух языках там разговариваешь как минимум то есть английским владеешь по уровню требуем для того чтобы ты общался с международным экипажем вот тогда включается состав экипажа экипаж уже там проходит опять же сначала дублирует может быть несколько дублирований в среднем получается человек летит в космос после отбора вот от момента отбора когда он зачислен на общекосмическую подготовку до полета в среднем около 10 лет проходит ну есть минимум и там где-то 78 лет там бывают когда повезет просто побыстрее но не раньше вот и поэтому человек должен рассчитывать и по состоянию здоровья и свое как бы психофизиологическое состояние рассчитывать тебе конечно за это уже наш на штатной должности космонавта тебе платят деньги есть денежное удовольствие тебя обеспечивают как минимум общежитием тебя кормят там в летно-космической столовой то есть тебе предоставляются условия ты только вот занимайся учись сдавай зачеты тренировки готовься к полету вот это происходит до тех пор пока ты находишься вот активно в этой активной фазе и ты готов к полету да скажем гуманитариев как я уже сказал просто отчислили из-за того что они не смогли уложиться в этот двухлетний период и сдать и вот потому что там надо там если базовой инженерной базовой не конечно наверняка есть люди у них мы до которые способны вот это просто таких не сколько у нас человек в наборе гуманитария мы их вынуждены были если из-за не сдачи экзаменов а специально потом с тобой заниматься и там это никому просто надо есть требование который должен быть вписываться а кто-то может еще хочет да ну вот я могу сказать что летчиком я захотел стать когда только научился читать вот ну наверно класс был это может быть второй третий там этот мама мне рассказывала что я не но я я сколько себя помню я с того времени а все и я говорил это просто сельская местность день никогда я там не видел никаких самолетов только на картинках да и только в книжках а когда прилетел ан-2 там я уже наверно в классе в седьмом учился наверно там опять же и я просто ума умолял там летчика взять вот он нас несколько человек таких парнишек взял на ан-2 просто я понял что да это все я на правильном пути но это было не то было там сколько там может 11 лет ну и дальше все я дали другого другом я как бы и не думал дальше дальше просто я себя понимаю что поступаю в летное военное училище надо соответствовать физически там я просто готовил себя там занимался спортом там у меня просто я так и не узнал а из чего мечта разрушилась как она разрушилась какая мечта а никто союз советских социалистических республик это была большая страна основой которой служила россия на самом деле российская федерация еще всего входило 15 республик вот эти республики и создавали этот государство большое почему разрушился советский союз это отдельный вопрос это наверное нам долго надо разговаривать чтобы вам сейчас все рассказать да вот но возьмем как факт государство большое распадается на много мелких программы которые были космические они были увязаны ну по крайней мере вот с украиной как наиболее большой частью в украине были построены не только авиационные предприятия но и космическое вот в днепропетровске там мощнейший там южмаш это часть откалывается как бы ну причины я не буду тебе говорить но их ни одна причина люди в этом не виноваты простые люди которые простые инженеры там конструктора там были военные еще кто-то но это вина руководителя государства который в то время был горбачев в первую очередь был ли он там предателем агентом или еще там или польстился на что-то но это как бы господь ему воздаст он уже помер вот воздаст этим разрушителем кто разрушил и принес разрушительные вот эти вот разрушительные элементы и во все отрасли включая и космонавтику тогда программы в которых вот я был как ведущий летчик-испытатель космических авиационно-космических систем у нас была своя группа и программа была буран и программа там авиационно-космического самолета который с воздушного с воздушным стартом запускался и мы были впереди планеты всей вот они просто перестали финансировать а перестали финансироваться и люди в том числе которые работали в этой области поэтому люди ушли в другие области перестав заниматься этой программой вот эти космонавтика сама по себе стала умирать то есть ну как если у человека всю кровь выпустить плавненько умирает так и государство которое разрушили вот и у него разрушили в том числе и финансовую систему там но главное это было вот политическое разрушение понятно я сказал нет ну слава бог так что сейчас мы стараемся все вот восстанавливать но это не так то просто потому что нужны ресурсы и самое главное нужны люди потому что вот поколение которое занималось и достигло они были старше меня вот я работал с теми людьми я кто-то еще жив там и встречаешься там и конструктора и инженеры которые занимались этими вопросами хорошо то что сохранились еще благодаря вот секретности мы и гиперзвуковым оружием сейчас обладаем потому что это элементы космические вот но многое было потеряно то есть мы отстали во многом от тех ведущих держав если скажем до 91 года в области космонавтики у нас был абсолютный паритет а в чем-то мы были даже ну в частности в гиперзвуковом оружием мы были впереди и во многих элементах в космической группировке мы у нас паритет был а потом все это вот целенаправленно уничтожалось поэтому ну наверное мы уже поговорили достаточно да с вами ответил я на все вопросы так что вам вам-то надо сейчас посмотрите все-таки что называется бог даст и потому что вера это тоже один из элементов вот вера во что это вера в свою страну в том что россия великая держава это так это исторически так это есть и будет мы не раз проходили там такие суровые этапы когда во многом из-за предательства и из-за наивности на самом деле вот славянской наивности потому что надо в себе тоже воспитывать надо подвергать сомнению многие решения небе не принимать на веру просто слова не всегда вот от меня допустим можно да но от таких как я почему а потому что мы мы всей своей жизнью доказали что служим родине а служим родине для того чтобы вам это передать вот я бы мог уже давно на пенсии быть да давно и не заниматься не общественной там вот работой не летать скажем на север где риска кстати больше вот я сейчас летаю там и белых медведей считаем там и экологии там и действительно но присутствие нашей страны я бы мог этого не делать да но я продолжаю делать потому что вот я пытаюсь доказать что я продолжаю служить вот своей стране даже без денег бесплатно там как волонтерский да допустим потому что вот это это есть поэтому я имею право это сказать вам да почему не всем надо верить а когда вам в соцсети или с экрана вещают что я там не подтвердив свою там состоятельность как человека прошедшего там этот путь а на словах то не надо принимать на веру все то что это может быть обманка легкая и вот как я играла наивность тоже вот людей приводит тому что мы как бы группа предателей там каких-то прорвется к власти или куда-то она там много хорошего может сделать для всех людей там для страны потом мы там годами десятилетиями выскребаем потом народа прозревает что там надо все-таки внимательно смотреть за всем происходящим да но этого опять уже вот сергей глебович больше может по этому поводу рассказать а я по поводу космонавтики авиации так что но мы наверно закончили да спасибо спасибо